Человечество не одиноко во Вселенной. Мириады разумных существ населяют космос. Можно построить ракету, которая преодолеет земное притяжение и отправится на Луну или Марс. Такие мысли, сопровождаемые конкретными формулами, записывал уездный учитель, сидя под керосиновой лампой в бревенчатом домике на окраине Калуги. Современники смеялись и называли Константина Циолковского «чудаком». Но прошли годы, и космонавтика принялась воплощать его идеи в жизнь. Изобретатель подарил людям мир, о котором они не смели и мечтать. Много времени Циолковский посвятил проблеме выхода человечества в космос и общению с другими цивилизациями. Эта идея и сегодня некоторым кажется преждевременной. А сто лет назад ее откровенно считали фантазией. Отец космонавтики считал, что освоение иных планет неизбежно, поскольку цивилизации в глобальном плане грозит множество опасностей. Это истощение природных ресурсов, падение астероида, перенаселение, угасание Солнца. Циолковский полагал, чем выше в космос, тем нравственнее должен быть человек. Ученый будто был убежден, что инопланетяне именно такие. В это сложно поверить, но современные космонавты могут подтвердить не только идеи Циолковского об ощущениях в невесомости, но и его теории насчет внеземного.